Профсоюзы планируют возродить занятия спортом на предприятиях. Проект «ГТО против ковид» представили на областном этапе фестиваля «Готов к труду и обороне», который прошел в легкоатлетическом комплексе «Спартак». При поддержке Министерства спорта утренняя гимнастика на производствах и проведение многоборья по ГТО вновь появятся в жизни трудовых коллективов. Для участия в программе планируется привлечь как минимум 20 тысяч человек. К реализации проекта приступят в ближайшее время. Мы уже второй год проводили спорта-киаду трудовых коллективов, именно профсоюзных организаций, и мы считаем, что это совершенно правильно. Это одна из тем, которая объединяет людей и позволяет вести здоровый образ жизни. Вот на сегодня как бы выигранный конкурс, грант именно «ГТО против ковида» позволяет еще раз сказать, что мы за здоровый образ жизни. Пандемия не стала помехой для тех, кто привык поддерживать себя в хорошей форме. На зимнем фестивале ГТО среди всех участников определили победителей в командных и личных зачетах. Основными упражнениями для успешного прохождения комплекса стали бег на 30 метров, прыжки в длину с места и наклон вперед из положения стоя. Мы вовремя включились в работу. Одними из первых в Российской Федерации открыли онлайн-подготовку к выполнению. И население Ульяновской области в период пандемии активно выполняло нормативы, подготавливалось у себя дома. Ограничений по возрасту не было. Чтобы выполнить упражнения, в Манеж приехали как школьники, так и представители серебряного возраста. Больше ста человек приняли участие в областном этапе. Сдать нормативы на региональный этап приехали участники из пяти муниципальных образований. Сейчас самый главный проект – это стимуляция тех людей, которые будут сдавать данные нормативы, получать эти знаки, соответствующие, чтобы на рабочих местах их поощряли, чтобы в студенческие годы тоже поощряли студентов какими-то баллами, либо дополнительными стипендиями. Сейчас данный законопроект будет разрабатываться нашим региональным оператором ГТО, и мы будем уже утверждать на заказательном уровне. По словам министра Ульяновской области, необходимо обеспечить комфортные условия для сдачи нормативов. Ряд проектов по программе «Готов к труду и обороне» будет реализован уже в этом году. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Уллправды ТВ.